Продолжение следует... Не брал. А думаю, а дай-ка снимем все это в лайве. Собственно, мы сняли в лайве на мой телефон, но потом я понял, что, бля, на телефоне в лайве, ну, стремновато. Поэтому мы решили снимать все это на камеру, и только сейчас я дошел на той стадии, когда я сниму, собственно, обзор на Масхэв. Мы этот табак уже перекурили, эта коробка здесь лежала почти неделю, ее все курили. И давайте, собственно, пробежимся по маленькой информации. Масхэв идет вот в таких вот баночках, а-ля Дафт, а-ля Just Smoke. Короче, вот такие вот баночки из-под крема, они как бы, ну, скорее всего, что дешево, удобно, и есть собственная тара. За это плюс. Табак Масхэв я снимал, наверное, около года назад в кальяной Илскил, и там мне очень понравился вкус марула. Марула у меня сейчас нету, но и вроде как бы Масхэв поменял всю технологию, непонятно. Маленький инсайт у меня в телефоне есть. Сейчас я вам прочитаю, собственно, его. Короче. Лидер индустрии, всем известный бренд DarkSide, скоро презентует новое сырье. Да, 4 Revolution Tour. И новую линейку масштабным туром по стране. Кстати, это было написано очень давно. То есть, это такая информация была очень давно, о которой Масхэв знал. И есть 100% информация, что они взяли за основу сырье табака Масхэв, вы охуеете. DarkSide копирует Масхэв, блядь, ебать информация. Приготовленное там же в Италии по той же технологии и под этим же соусом. Соус. Соус. Так. Ага. И это уже показатель того, что это действительно конкурентно способный продукт. Они сейчас говорят, это про DarkSide или про Масхэв к DarkSide? Непонятно. Но не суть. Так. У нас есть такие вкусы, как Sweet Peach, Grapefruit, Strawberry, Litchi, Orange. Тимбанка, кстати, выгнулась. Пиздец от апельсина, да? Там какая мощная аромка, блядь. Что у DarkSide, что у всех остальных такая хуйня происходит. Кстати, да. Вот поэтому, наверное, они как бы и похожи. Банки от них гниют. Корица. Она очень пиздатая. North Star. Это что такое холодное? Space Flavor. И Sweet Melon. И Cherry Cola. Все эти вкусы, в принципе, я покурил. Еще есть Barbaris, который мы как бы вроде выкурили весь. И еще парочку вкусов. Сразу отмечу такой вкус, как North Star. Это не Supernova. Это не альтернатива Supernova уж точно. Это что-то другое. Это не совсем мятное. И немного непонятное. А, Ciamon. Прикольный, интересный. Но все равно как-то так. А, Cherry Cola. Coca-Cola прикольная. Так, Рыжик. Давай нам забивай Cherry Cola. Страубери Личчи. Прикольный ягодный вкус. Спайс Питч. Ой, Sweet Peach тоже довольно-таки интересно. Прикольно. Короче, по факту, все вкусы интересные. Все вкусы вкусные. Но, есть уже проблемка. И она заключается в том, что курица довольно-таки странна. На любителя, скажу я вам так. Когда мы прокуривали, здесь были наши директора. И они сказали, типа, да что за хуйня. Тьфу, блядь, Масхев. Фу, блядь. Вот так они сказали. Поташу как бы нравится. Тебе нравится Масхев? Не знаю. А Рыжику тоже не нравится. Тебе нравится Масхев? Тебе нравится Масхев? Почему? Один вкус? Да. Какой? Барбарис? Да, и Барбарис только нравится. Вот так вот, короче. У нас есть вука. Чистая, просто блюдца грязная. Сейчас мы на ней забьем, покурим. И будем, собственно, говорить уже про характеристики курения. Расскажи ребятам, как ты забиваешь чашку. Отступ, колозец. Все. Кстати, он похож на Гитлер Юнгена? Похож, блядь. Отступ, колодец, все. Ну все, ребят, сейчас мы все это прогреем, раскурим в самой начальной стадии и посмотрим, может, как это все курица, как это все... Так, вишня кола. Просто это тот вкус, который мы еще не курили. Да, остальное все покурил, в принципе, нормально. А вот... Вишня кола, ну эти, ребят, честно сказать, нахуй его знает. Она очень такая тупороватая, знаете, но не яркая. На, рыжему дадим. Вообще не яркий вкус. Вообще не яркий. Ни разу не яркий. Ну, если бы я не знал, наверное, если бы я не знал, что это вишня кола, я бы даже не почувствовал, что это вишня кола. Вишня, может, нотки есть, кола вообще нет. Да, кола нет. Кола нет. Ладно, давай, пока у нас колодка целая. Давай, иначе забьем. Оранж Тим мы курили, это, короче, Оранж Тим это мандарин, апельсин, короче, но при долгом курении мандарин все-таки выигрывает. Грейпфрут хороший, грейпфрут прям хороший-хороший. А, свит, давай забьем свит пич, попробуем свит пич. Так, кола, вишня, парашу, нахуй. Пока Гитлер, янг бой, забивает нам свит пич, сейчас расскажу про крепость, дымность и все остальное. По крепости середина прям такая бодренькая, хорошая середина а-ля софт. По горлу не бьет, ничего не шпиршит, ароматика есть, но в данном вкусе она проигрышная. Как будто вода. Да, реально, как будто вода. Да, вы знаете, когда у вас остается там немножко в графине лимонадов в кальянной, и вы просите долить туда воды, блядь, да. Можно туда, можно в лимонад еще воды долить, как в чайник люди привыкли. Так себе. По крепости, как бы, ну, окей, не сильно крепко, очень хорошо. Так, мы меняем чашечку. Давай, погнали, курить новый вкус. Так, следующий вкус у нас был Sweet Pitch, и мы его немного перегрели на перегреве. Да и, в принципе, сам вкус, наверное, более-менее удачный, открылся он хорошо. Даже при таком маленьком перегреве крепче не стало. То есть, ну, по крепкой пожаростойкости, скорее всего, табачок более-менее отличный. Но, теперь поговорим про цену. На сайте Mashev Tobacco за 125 грамм, почему именно 125, непонятно. Типа, это ровно половина от стандарта 250 грамм стоит 950 рублей. То есть, за 250 грамм мы платим 1900 за акцизный продукт. Что вы думаете о такой цене? Напишите в комментариях. Мне кажется, это... Пиздец. Пиздец, дороговато как бы. Да, дорого за Mashev. А я считаю так, что это очень дорого. За 125 грамм, 950 рублей. Ну, элита, элита. Это элитный табак для элитных ребят. Но вкус более чем. Давайте попросим нашего Гитлера Юнгена, собственно, раскурить. Пиши в комментариях хэштег Гитлер Юнген. Что, не нравится? Тоже не ярко. Тоже не ярко. Ну, более-менее. Даже на перегреве, но более-менее, но нет. Чуть крепость поднялась, но из-за перегрева, но все равно нет. Не ярко. Все равно не ярко. Но есть и ярко. Короче, 50-50, так скажем. В миксах он потеряется вообще. Ну, в миксах, да, потеряется. Я знаю, это табак охуенный, братан, на самом деле. Охуенная ароматика, это вука дерьмовая просто. Ладненько, давайте перейдем к заключению этого табака. По цене дороговато. Но это акциз. Да, можно понять. Хочешь хороший легальный продукт, блядь, будь готов кинуть лишний тугрик, да? По ароматике, как бы, ну... Есть некоторые вкусы, которые мы скурили, они были охуенные. Поэтому, как бы, так, да, есть хорошие вкусы. А-ля Барбариса, а-ля Тим Оранж, и такие вот вкусы, да? Ци Амон очень яркий. Но то, что осталось, как бы, ну, так себе осталось, потому что об этом мы и не скурили, наверное. По крепости среднячок хороший, как бы, ну, можно угодить и такой публике, и такой публике, а? Накуривай. Накуривай, да. Да, ведь. Накуривай. Вот он, Гитлер Янгин, говорит, что накуривает. По дымности, ну, блядь, это всё зависит от вас. Мне кажется, как бы, ну, сейчас уже табак на дымность можно не дрочить. То есть он по-любому будет дымный, как бы, если ты захочешь этого. По сырью очень мелкая нарезка, а-ля Final Cut. Так, что ещё стоит? Ну, твои впечатления. Ну, я считаю, что, если бы он был подешевле, он бы зашёл в какую-нибудь аудиторию. Ну, да. Если бы он был дешевле, там, того же... А-ля Севаст Тим, да, малолетки, пиздяки, всё тело. По крепости зашёл бы, но за 950 рублей... Дорого? Для тебя дорого? Да. Да. Чувак, у которого на руке браслет за 400 кусков, блядь, для него 950 рублей дорого, блядь. Ну, ладно, короче, по сути, мастхэв, в принципе, 50 на 50. Есть любители, потому что к нам в Мумуни очень часто приходят люди, то ли это как-то проплачено, блядь, мастхэвом, чтобы были такие люди, которые приходят и говорят, а у вас мастхэв есть? Мы как бы такие, ну, нету. Они такие, ладно, нам что-нибудь другое забейте. И мне кажется, это люди такие специально проплаченные, которые приходят. Вот ты так автоматом задумаешься, бля, у меня за сегодня уже 5 человек попросило мастхэв, значит, надо написать, чтобы мастхэв закупили. Ну, тактика такая, знаете, когда есть такие тёлки в кальянах, которые типа знакомятся и приглашают в эту кальяну тебя, и разводят тебя, собственно, на средний счёт. И с этого получают они процент. Есть такое, да, это практикуют, ачивка вам такая. Это как, знаете, как эти гиды в туристических городах, у которых есть уже свой кэшбэк в любом ресторане, то есть, с которым они заводят гостей. На Арбате я часто замечаю, что наши московские гиды, которые китайцев катают по Арбату, их заводят в хардрок. Просто, блядь, пачками нахуй укладывают в хардроки. Хотя я не понимаю, у московских хардрок какой-то, ну, мертвоватый, который на Арбате, вообще ни о чём. Есть хардроки получше. Ну, ладно. Курил бы я? Думаю, да, курил бы. А для меня 950 рублей, ну... Для меня вообще даже табак за 50 рублей дорого, потому что я вообще его нахуй не покупаю. Я забыл последний раз, когда что-то покупал для кальяна. А, нет, помню. Я купил себе мини-кадила за 250 рублей. Вот. Это единственное, что я купил, наверное, за последние полтора года. Не, не такое маленькое. Короче, типа вот такая, как этот, блядь. Как его? Как кофеварочка, блядь, турецкая. Такую себе кадила купил, блядь, за 250 рублей. Ну, ладно, короче, по идее, у Масхева, возможно, всё впереди. Что-то делают, что-то, как бы, стараются. И, возможно, мы будем курить что-то хорошее. Как бы альтернатива Дарксайду по-любому есть. Но не за 1900 рублей, за 250 грамм. Всем спасибо, это Дава Дым. Пиши хэштег Гитлер Юнген. И пиши в комментариях, дорого ли для тебя 950 рублей за 125 грамм. Это был Масхев.